Когда три сотни поклонников йоги собираются вместе, этой энергии хватает на то, чтобы разогнать тучи и вызвать солнце. Именно так произошло на фестивале йога каменных джунглей, который начался под проливным дождем, но уже через несколько минут все заметили улучшение погоды. На самом деле йога куда важнее для тех, кто живет именно в каменных джунгле, для того, чтобы немножко, может быть, из этого бесконечного бега вырываться на свой коврик, немножко успокаиваться, уравновешивать вот эту постоянную гонку с таким вот релаксом. Это альтернативный метод просто расслабления, альтернативный алкоголю, наркотикам, чему-то такому, что вредит для здоровья. Йога – это безопасно и полезно. Классическая йога, гонг-медитация, дыхательные практики. На сегодняшний день в Челябинске практикуют столько направлений йоги, что хватит на всех и каждого, вне зависимости от возраста, опыта и физических данных. На самом деле я часто слышу такую фразу «йога не мое». Как-то люди ходят один раз, попробуют и говорят «это не для меня, для меня там бег, еще что-то». На самом деле, я всегда говорю, не теряйте надежды, попробуйте еще какое-то направление, потому что йога совершенно сейчас предоставлена очень широко. И есть очень активная йога для тех, кто любит прям серьезный такой воркаут. А есть очень спокойная, медитативная, есть йога в галмаках, есть йога, направленная на медитацию. Ну, йога есть йога, это просто для ума западного человека придуманы всякие разные названия, ну, маркетинг, грубо говоря, под разными соусами, одно и то же, в принципе. Органик Маркет, который развернулся на площадке фестиваля, предложил гостям встать на гвозди, помедитировать над рисунком мандалы, взглянуть на свою ауру и принять участие в чайной церемонии. То есть это не только здоровье твое, как твоего физического тела, но это здоровье души, здоровье ума, вот, люди прекрасные в твоей жизни начнут появляться. Все будет прекрасно, волшебно и, ну, как бы, с таким каким-то будешь... Жизнь станет влюблена в тебя, а ты будешь влюблена в жизнь, вот, через йогу. Успокаивает, умиротворяет, ну, соответственно, когда гармония, она есть внутри, то она, соответственно, и наружу вылезает. С помощью йоги мой организм гармонизируется, физическая форма улучшается, настроение улучшается, баланс. То есть я достигаю определенного баланса, и тем самым это помогает выжить в каменных городах. Это и состояние и души, и физического состояния тела, как бы чувствуешь себя гармонично, более... Ну, и, как бы, все равно это тонус дает такой нормальный. То есть это общее кайфовое состояние. Люди, увлеченные йогой, приходят к этому разными путями. И кто однажды заинтересовывается, как правило, остается с этой практикой надолго. Я достаточно долгое время была закупщиком. Я закупала различные товары, в основном связанные с Китаем. То есть это были длительные командировки, отборы на рынках. А потом резко стала инструктором по йоге. Я к преподаванию пришла через свою семью. У меня родители практикуют. То есть меня в йогу, вот весь этот мир, в культуру привел мой отец. Новый формат здорового образа жизни в условиях мегаполиса оказался таким своевременным, что уже в третий раз собирает на открытых площадках Челябинска людей, увлеченных йогой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова